Друзья, здравствуйте! Причины пожелтения и падения завязей на огурцах, как с этим бороться и три самых устойчивых гибрида в этом ролике. Первая распространенная плечи... плетина... плетина! Снова китайский язык пошел в чат. Первая самая распространенная причина это температура слишком высокая или слишком низкая. Огурцы и завязи огурцов, точнее быть даже цветы, не терпят температуру выше 27 градусов. Если долго держится температура выше плюс 27 в сочетании с высокой влажностью, как часто бывает в теплицах, завязи начинают постепенно опадать и осыпаться, а пыльца не дает нормально опылиться растение. Ну и тоже важная причина это высаживание огурцов, пчелоопыляемых в теплицу, без доступа насекомых. Это помнить важно. Слишком высокая температура днем в теплице может повышаться до 50, а то и 70 градусов. Поэтому, если в вашем регионе очень жарко, в теплице высокая температура, обязательно повесите туда градусный термометр и узнавайте температуру вашей теплицы. Если зафиксировали повышение температуры в дневные часы до 35 градусов, обязательно притяните ее тканью, либо очень таким экстравагантным методом, каким им пользовались в прошлом году. Это полив теплицы раствором глины. Выглядит некрасиво, но действует наверняка. Слишком низкая температура воздуха. Огурцы также крайне негативно реагируют на температуру ниже плюс 15 градусов. Они полностью прекращают свой рост и сбрасывают все завязи. Поэтому высаживать огурцы в открытый грунт или в теплицу, рассады или семенами можно только, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет выше плюс 20 градусов Цельсия, а ночные температуры выше плюс 15. Это даст нам полное стопроцентную гарантию и обеспечение того, что почва будет прогрета. Но и здесь есть небольшой такой выход. Гибрид огурцов «Верные друзья» от семена Алтая выдерживает низкие температуры воздуха. Его можно выращивать в холодных регионах, даже если среднесуточная температура ниже плюс 20. Подойдет для Сибири, Севера, Урала и Дальнего Востока. Вторая распространенная причина опыдения завязи огурцов – недостаточность питания, калийного и фосфорного питания. Недостаток калия на растениях огурца проявляется как ожог по краю листа, а фосфорное голодание – как темные-темные верхние листья и ярко-желтые нижние. Дефицит фосфора на растениях встречается редко, а вот калия довольно распространено. Есть один гибрид, который противостоит полностью недостатку калия – это гибрид корешка. Он нормально растет даже в условиях дефицита калия, с которым побороться можно, но сделать нужно это крайне оперативно. Использовать одну столовую ложку удобрения, которое называется сульфат калия или серный кислый калий, оно не страшное. Его производят из горной породы, то есть по факту оно практически камень, что можно назвать органикой. Согласитесь, камень – это не какая-нибудь химия, это все-таки у нас ближе к растениям и к органике. Поэтому сульфат калия в количестве 1 столовая ложка разводится в 10 литрах воды, теплой воды, температурой около 30 градусов, так, чтобы руке было комфортно. Производится полив огурцов, пол-литра воды на одно растение и опрыскивание растений этим же раствором, разбавленным в 2 раза, по оборотной стороне листа. Дефицит калия пройдет быстро, и огурцы будут крепкими, вкусными, хрустящими, подойдут для засолок. Еще одна важная причина, которая может быть не такой явной, как для некоторых может показаться – это переизбыток нагрузки на один куст. Если на растении огурца большое количество цветочных кистей, большое количество плодов, которые уже на нем есть, огурец будет сбрасывать новые цветочные кисти. И часто это происходит при выращивании его на кислых почвах или на бедных почвах. Поэтому нужно формировать растение огурца. Сделать это достаточно просто – провести ослепление 5-6 первых побегов. Как это сделать? На центральном стебле огурца у нас есть крупные большие листья. Из пазух этих листьев растут боковые побеги. Вы ломаете все боковые побеги, которые растут до высоты 5-6 листа. Это снизит нагрузку на растение, и вы получите больше урожая, а зависти перестанут желтеть и опадать. Либо выращивайте огурцы, устойчивые к высокой нагрузке на одно растение. Такие, допустим, гибриды, как ребята пикулята или ясельная группа от семена алтая. Эти пучковые огурцы выдерживают как раз-таки очень высокую нагрузку на одно растение, и их можно выращивать даже без формировки. Но учитывайте, что пучковые огурцы без формировки дадут только по одной завязи в одной кисти. При формировке как раз-таки можно получить по 3-5-6, а то и 8 огурчиков в одной завязи. И они никак не пострадают от такой большой нагрузки. Ну и еще одна последняя причина, довольно часто встречающаяся, это недостаточность полива растения огурца. Огурец требователен как к теплу, так и к влаге. Поэтому не забывайте поливать ваши огурчики, а лучше замульчируйте поверхность почвы любыми мульчирующими средствами. Можно использовать даже гречишную мульчу. И ваши огурцы будут крепкими, большими, вкусными, ну или маленькими, в зависимости от того, какие вы предпочитаете. А у нас пошел сильный-сильный дождь. На сегодня попрощаемся и всем пока-пока!